Всем привет! Сегодня у нас покупочки фикс прайс! И что я сегодня купила? Начнем от меньшей цены и к большей цене. Самое дешевое это скотч 24 метра широкий. Скотч нужен в хозяйстве все время. Это я купила дочке, потому что у нее закончился и ей нужно. Пусть будет. Дальше я купила по 50 рублей. Это вот такие батарейки, но я не знала и многие не знают, что здесь батарейки разные. Они кругленькие, у них диаметр одинаковый, а вот толщина у них разная. И здесь две батарейки тонкие, две средние и четыре толстые. Вот если посмотреть их вот так, вы можете увидеть, у них разный диаметр. Поэтому если вот такую батарейку вы вставляете, например, на весы напольные, и весы некорректно работают, то лучше батарейку поменять и посмотреть точно, какая нужна по толщине, чтобы вставить ту, которая нужна. Вот теперь я буду знать, потому что у меня весы, там батарейку угадали, у моей соседки не угадали, она тоже не знала. И дочка моя тоже, наверное, не знает, что здесь разные батарейки. Но и вы теперь знаете. Это вот я прочитала, а потом у продавца спросила, в чем разница, оказывается, в толщине. Дальше я купила вот такой водосгон. Это для мытья окон. У нас сейчас уже весна. Скоро будем мыть окна, как только погодка будет хорошая, солнышко. И удобно вот эта штучка на палочке доставать в каких-то труднодоступных местах. Ну и потом, чтобы не было разводов, ничего, мокрой тряпочкой протерли, собрали. Очень удобно. У меня такая уже одна была, только немножко пошире. И я ее отнесла в машину. И в машине она у меня осталась, она мне там нужна. Я купила себе для дома еще одну такую. Ну, ватные диски мы все время с дочкой берем такие. Сейчас у нее закончились. Вот я ей взяла. Раз уж была там, мне такие нравятся. Я и себе такие беру. Но они удобные. Они как будто вот как прошитые вот здесь вот. В общем, нужная вещь в хозяйстве. Еще я шла за лаком для волос. Но там вот такой по 50 рублей я взяла. И было два вида. Но я взяла вот с очень сильной фиксацией, с растительными экстрактами. В общем, попробую. Вообще я лаком для волос не пользуюсь. Так как я просто волос вытягиваю и все. Но тут волос у меня уже отрос. И я хочу попробовать его накрутить на утюжок. Утюжком накрутить. Для этого нужен будет лак для волос. Ну, в общем, попробую, что он из себя представляет. Насколько он хорош. Не склеивает ли волосы. Больше всего я этого не люблю в лаках. В общем, вот такой. По 50 я вам все показала. Теперь по 55. Ну, я взяла туалетную бумагу. В прошлый раз я взяла другую. Сейчас такую. В общем, попробую такую. С ароматом цветов. Цветущий апельсин. Ну, дальше двухцветная салфетка. В общем, салфетками я пользуюсь. Ну, в фикс прайсе попались. Я взяла. Вообще, брала в пятерочки. Ну, сейчас взяла вот такие. Попробуем, что они из себя представляют. Ну, так вроде бы нормально. Я люблю одноцветные, однотонные без рисунка. Но для повседневного использования. Дальше я взяла папочки на кнопочках. Здесь в упаковке две папки. Я сейчас открою. Так. Одна зелененькая. Она прозрачная. С веточками. Ну, вот такая вот. Ну, удобно. Если с документами куда-то идти, положил и все. Ну, и дома даже какие-то документы. Разного направления документы я храню в разных папках. Мне так удобно. А розовенькая, она не совсем прозрачная. Розовая прозрачная с одной стороны. Вот здесь. А с другой стороны она не прозрачная. Вот такая вот вторая папочка. Дальше я взяла гель для душа. Вот такой. Цветущая акация и увлажняющее молочко. В общем, из-за того, что увлажняющее, я поэтому взяла. Мне кожу нужно уже увлажнять. Поэтому я все беру себе увлажняющее. Ну, вот 55 рублей. Попробую. Жидкость для снятия лака. Я думала, возьму небольшой пузыречек. Но этот 55 рублей стоит. И здесь его много. 250 миллилитров. Я хочу понюхать. Ну, запах у него, как обычная жидкость для снятия лака. И немножечко какая-то душечка там, цветочный что ли, запах добавлен как. Ну, в общем, обыкновенный, я так считаю. Обыкновенный. Восстанавливающий. Снятие стойких лаков. Глиттеров. И лаков с гелевым эффектом. Интенсивное восстановление. Масло сладкого миндаля, масло сои, экстракт витамина Е. Ну, пусть будет, надолго хватит. Я так думаю. Взяла крем для ног. Тоже он увлажняющий. Обновляющая формула. Крем-эксфолиант для ног. Шелковые пяточки. Ну, вот такой вот. 55 рублей, это для ежедневного использования. Но мне как раз вот нужен крем для ног. Потому что ноги, кожа на ногах сохнет. И увлажняющий крем для ног мне он нужен. Вот я взяла попробую такой. 55 рублей, это нормальная такая цена. И недорого. Но какой он будет на практике, проверим. Хотя я сейчас возьму и нанесу. Сейчас я посмотрю. И скажу вам сразу. Ну, такой вот мягкий крем, нежный. Сейчас посмотрим. И запах у него приятный. Хочу сказать, крем мне понравился. Приятный крем. Вот такой вот нежный, мягкий. Прям вот увлажняющий, питательный. Но приятной консистенции. В общем, это мне нравится. Этим я буду пользоваться. Дальше я взяла вешалки. Вешалки в прошлый раз брала по 3 штуки. Там 55 рублей стоит по 3 штуки. А вот здесь вот 5 штук разных цветов. 5 штук стоит 77 рублей. Но вешалки все время нужны. Тем более гардероб у меня расширяется. И вешалки просто нужны. В прошлый раз я ходила, их не было. Вот сейчас взяла прям 5 штук, чтобы хватило теперь. Мне нравится то, что они антискользящие поверхности. Они металлические, тоненькие. Места много не занимают в шкафу. И в то же время они и прочные. И вот эти антискользящие вот такие всякие кофточки, футболочки. Ничего не спадает. Хоть шелковые, хоть любые. Ничего не будет с них спадать. При том, если с бретельками, вот здесь бретельки можно зафиксировать. В общем, нужная вещь. Дальше я взяла пальчиковые батарейки. Но если в прошлый раз я брала солевые, мизинчиковые, на этот раз я решила взять подороже пальчиковые, не солевые, а алкалин. Вот написано алкалин. 99 рублей 4 штуки. Но вот эти, они должны быть более надежные и как бы подольше служить. Но проверим. Дальше у дочки я увидела вот такую книжечку, она брала в фикс прайсе. И мне она попалась, я взяла ее себе. Я ее полистала. Книга для записи кулинарных рецептов. Ну, во-первых, здесь обширная такая таблица, где мерные, мерные, сколько, допустим, крупа или не крупа, там разные продукты, допустим, сколько в стакане, в таком стакане, в полном, в неполном, в столовой ложке, чайной ложке. Потом там есть продукты по калориям. Потом есть сочетание специй, для каких видов мяса, какие специи сочетания подходят. Дальше еще есть время приготовления, допустим, мяса, да, тут перечисляется мясо, птица, там кролик, ну, разное мясо. И сколько нужно по времени варить, либо жарить, либо тушить. Рекомендованное, то есть, вот какой промежуток времени для готовности. Большого куска, небольшого куска или мелких кусков. Вот. Это вот очень полезная информация. Ну и дальше вот такие идут странички, где указывается, сколько количество порций, в чем готовить блюдо, время приготовления, калорийность, на сколько порций, ингредиенты приготовления. И вот такие странички дальше есть уже, где можно заполнять. И очень удобные, то есть, там просто ставите там галочку, например, да, какие-то пометочки, заметочки. Ну, в общем, книга такая вот, тетрадочка любопытная. Моя старая тетрадь, она уже очень старая, и там все хаотично записано. А здесь уже, допустим, первые страницы идут там салаты, закуски. Дальше там через какой-то промежуток страницы идут это горячие блюда, десерты или просто любимые блюда. Ну, в общем, я взяла себе такую тетрадочку. Мне она понравилась, я хочу ей пользоваться. Буду заполнять теперь. Тетрадка стоит 99 рублей. И вот 99 рублей совершенно неожиданно для меня попалась такая машинка для удаления катышков. Я когда работала в магазине M-Video, приходили иногда люди, искали такие машинки. Честно говоря, никогда не заинтересовывалась такой, но сейчас просто я знаю, что есть некоторые вещи, где катышки появились. И 99 рублей, я думаю, для нее недорого в фикс-прайсе, потому что они в таких больших магазинах, ну, мало того, что не всегда бывают, они еще дороже стоят. Мне просто интересно, как она работает. Сейчас я хочу почитать, какая она на батарейке, по идее, работает. Какая нужна батарейка. Хочу попробовать вообще ей сейчас катышки поснимать. Посмотрим сейчас, что получится. Вот такая вот она штучка. Сейчас я почитаю, как ей пользоваться. И здесь, видимо, нужна какая-то батарейка, она с помощью чего-то, видимо, работает. Машинки такие, бывают трех цветов. Но у меня вот она вообще-то фиолетовая, хотя нарисована сиреневая. Бывает еще она голубая и желтая. В общем, тут в инструкции написано все очень коротко. Откройте отсек для батареек, вставьте батарейки, соблюдая полярность. И закройте отсек для батареек. Какие батарейки, там не написано. Сейчас посмотрим. Ну, судя по всему, по-моему, батарейки здесь такие пальчиковые должны быть. Вот как раз я купила. В общем, сюда вошли две пальчиковые батарейки. Теперь я закрываю. Здесь включатель. И она работает. Нашла я вещичку, на которой я нашла катышки. Вот такие вот. Сейчас я попробую этой машинкой. Действительно ли она катышки удаляет. Сейчас посмотрим. Катышки действительно удалились. Стала вот гладкая. Я сейчас еще немножко попробую. Интересно, куда они удалились. Просто интересно, что тут. А, ну здесь, в общем, как лезвие. Но катышков тут нету. Они куда-то ушли внутрь. А, вот они. Вот они. Вот сюда ушли катышки. То есть, вот это вот сборник для катышек. Ну, в общем-то, полезная вещица для дома, хочу сказать. Я была удивлена, когда увидела ее. Я решила взять. В общем, нужная вещь для дома. Буду пользоваться. Ну вот, я сделала вам полный обзор. Показала вам все свои новиночки. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»